Снегурочка Островский создает совершенно новый жанр Весенняя сказка В котором стремится соединить реальную основу со сказочной фантастикой Серьезное содержание с яркой театральностью Действие происходит в сказочном месте Царстве Бериндея Описывая законы этой страны Островский словно рисует свой идеал общественного устройства В царстве Бериндея Люди живут по законам совести и чести Стараются не вызвать гнев богов Здесь очень большое значение придается красоте Ценится красота окружающего мира Красота девушек, цветов, песен В Снегурочке именно стужа людских сердец Приносит горе Бериндеям Меркнут лучи животворящего Ярилы солнца Охлаждаются люди по отношению друг к другу В сердцах людей заметил я остуду немалую Горячности любовной не вижу я давно у Бериндеев Исчезло в них служение красоте Вот о чем беспокоится царь Бериндей Смерть Снегурочки служит искуплению грехов Бериндеев Принимая эту жертву Бог Солнца Ярила сменяет гнев на милость И возвращает Бериндеям свет и тепло Совет и любовь Субтитры подогнал «Симон» Драматическая сказка Островского Получила гениальное воплощение в опере римского Корсакова Николай Андреевич и римский Корсаков Величайший сказочник среди музыкантов Языком сказки он рассказал о высоких человеческих чувствах О великой силе искусства Воспел красоту природы и гармонию бытия Среди всех его произведений Опера-сказка «Снегурочка» светится особым светом Интересна история создания Снегурочки Римский Корсаков вспоминал Как прозрев однажды на удивительную поэтическую красоту Весенней сказке Островского Он почувствовал особое вдохновение Опера была написана на едином дыхании В течение лета 1880 года в усадьбе Стелева Среди прекрасной русской природы Я прислушивался к голосам народного творчества и природы И брал напетое и подсказанное в основу своего творчества Вспоминал композитор Так в музыкальную ткань оперы Вплетались птичьи напевы Плеск и журчание воды Пастушьи наигрыши и народные песни Римский Корсаков Настолько сроднился с духом Ритмом старинных песен Что мелодии, созданные им самим Также были отмечены ярко выраженным народным характером Опера Снегурочка Это музыкальная поэма О чудесном преображении природы С почти непостижимым искусством Воплотил композитор в музыке смену времен года Звуки, краски и ароматы весны А его светлый царь Берендей Поэт и философ Истинный жрец красоты Чудо оперы Снегурочка Воплощение чистой и хрупкой Почти прозрачной красоты Музыкальный образ ее меняется На протяжении оперы От детской резвости и холодка До колоратурных переливов голоса Окрашенных светлым человеческим чувством В сцене таяния Почти прозрачной красоты Почти прозрачной красоты Николая Константиновича Рериха Весенняя сказка Островского, Римского, Корсакова Пленила еще в юные годы И по признанию самого художника Была ему очень близка Здесь его могло привлечь многое И неповторимая прелесть образов И отраженная в сказке миросозерцание древних славян И общий радостно-солнечный колорит Но главное, как писал Николай Константинович Снегурочка показала часть подлинной России в ее красоте На темы полюбившейся сказки Им были написаны также отдельные картины А на странице дневников и очерков художника Мы не раз встретим глубокие размышления Вызванные образами Снегурочки Излюбленная тема Рериха – тема Древней Руси Исследуя древнюю славянскую культуру Как историк и археолог Он был околдован открывшимся ему миром Силой знания и художественного чутья Воскрешает Рерих на своих полотнах Первозданный лик земли Настроением суровой и радостной Языческой старины Пронизаны эскизы Рериха к Снегурочке Первая постановка оперы Снегурочка В декорациях Рериха Состоялась в Париже в 1908 году Из цикла работ, выполненных художником Для этой постановки Особенно запоминались Голубовато-хрустальный свет Зимней полуночи пролога Весенние веселья, звучащие В курчавых белых облачках В яблоневом цвете В затейливости избушек Слободы И желтый с бирюзово-зеленым Покров Ярилиной долины Три самых нежных и красивых места В сказании о Снегурочке Снегурочке Вторая постановка состоялась В 1912 году в Петербурге Один из самых поэтических И одухотворенных пейзажей Этого цикла Урочище Радостно звучащие зеленые И золотистые краски Передают весенние ликования природы А темно-коричневые тона камней Как басовые аккорды Подчеркивают свежесть Звучания молодой зелени Всюду реет и светит Божественное ликование И каждый камень согрет Своим внутренним теплом Любовь и знания Русского деревянного зодчества Сказались в эскизах Рериха Слобода Бериндея И Палата Бериндея В оформлении оперы для театра Ковенгарден в Лондоне В 1919 году Эскиз деревни Бериндеев Почти полностью воспроизводит Картину Николая Константиновича Три радости Воспевающую радость земли Полную крестьянского благоденствия И полевого праведного труда Освещенного присутствием Небесных помощников Третья постановка оперы Снегурочка Прошла в 1922 году в Америке В Чикаго В этих работах Нашла свое воплощение Идеи широко объединяющего синтеза Являющиеся характерной чертой Творчества Рериха Как и русской культуры вообще Здесь не было только Руси До христианской Все элементы влияний на Россию Видны в Снегурочке Отмечал Николай Константинович Мы имеем элементы Византии Царь и его придворный быт Здесь царь является Отцом и учителем А не деспотом Мы имеем элементы Востока Торговый гость Мизгирь и весна Прилетающая из теплых стран Мы имеем народный быт Тип легендарного пастуха Леля Так близкого с обликом Индусского Кришны Типы купавы Девушек и парней Ведут мысль к истокам поэзии К земле и весеннему солнцу И, наконец, мы имеем элементы Севера Элементы лесных чар Царство Шамана Мороз Лешие Снегурочка Снегурочка являет Столько настоящего смысла России Что все элементы ее Становятся уже в пределы Легенды общечеловеческой И понятной каждому сердцу КОНЕЦ КОНЕЦ Рериху Рериху, как и римскому Корсакову Был особенно близок образ Леля Восходящий к образам Орфея Сколько прекрасных сказаний От самых древнейших времен Утверждает значение божественных созвучий Писал Николай Константинович В назидание всем поколениям Оставлен миф об Орфее Чаровавшем зверей И всю живущие Своей дивною игрою Художник не раз проводит мысль О близости славянского Леля И индусского Кришны И посвящает этим легендарным персонажам Целый ряд своих полотен Картина «Святой пастух» Вобрала в себя мотивы Ранее звучавшие в театральных эскизах художника А на картине «Кришна-Лель» Эти образы сливаются воедино Субтитры создавал DimaTorzok Воспевание красоты Как высшего нравственного идеала Является главной темой Творчества римского Корсакова Это необычайно сближает его с Рерихом Который считал, что красота Есть одно из оснований мира По мысли Рериха Красота обладает Великой действенной силой И способна преобразить жизнь людей Потому лишь то искусство Будет истинным Способным пробудить в людях Лучшие чувства Которое несет в себе Спасительные зерна красоты Великие творцы Своим искусством Приближают предуказанную эпоху Всечеловеческого братства Приобщая сознание людей К высоким, светоносным Сферам пространства В учении жизни сказано Когда-то расцветет Жизнь на земле красотою И тогда искусство Войдет в жизнь Как основа Через искусство Имейте свет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok